МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминалы и комментарии. Студия Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня вы увидите... Схватки на дорогах. В коме продолжают биться машины, несмотря на отсутствие гололёда. Что заставляет водителей так лихачить? Решала в погонах. Коррупционные схемы довели бывшего оперативника досками подсудимых. Какие у него теперь заботы в СИЗО? Экзамен по блату. Начальника Печорской автоинспекции задержали по подозрению в получении взятки. Принесли ли ему счастье 30 серебряников? В Ухте водитель Мерседеса снес автобус на остановку вместе с хлебной лавкой. ДТП произошло в ночь на 30 апреля и попало в объектив камер видеонаблюдения. Выяснилось, 27-летний водитель был пьян. Видимо, по этой причине он потерял управление и въехал в остановку. В результате ДТП сам виновник и его 18-летний пассажир получили травмы средней тяжести. Однако от госпитализации отказались. Оба не были пристёгнуты ремнями безопасности. Записи камер помогли сыктывкарским полицейским установить ведомников двух аварий. Сначала в местечке лесозавод невнимательность водителя седана чуть не закончилась трагедией. Затем в Эжинском районе столицы женщина за рулём элитной иномарки не пропустила встречный автомобиль, чем причинило второму участнику столкновения не только материальный, но и физический вред. Подробнее Антон Булаев. Вечером 22 апреля под колёса серого седана в столичном местечке лесозавод угодил 7-летний школьник. Он шёл по пешеходному переходу вслед за другим мальчиком. Внезапное появление первоклашки на проезжей части стало для водителя «Шевроле» полной неожиданностью. Данный водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2014 года рождения, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомашины. К счастью, ДТП обошлось без трагических последствий. Пострадавшего мальчика, который в момент наезда был без сопровождения взрослых, с ушибами и ссадинами правого колена доставили в больницу. Эта авария, которая произошла вечером 27 апреля на улице Емольская в Эжинском районе столицы, также попала в объективы сразу двух камер. В результате лобового столкновения машин 19-летний водитель одной из них получил сотрясение головного мозга и ссадин лба. На месте ДТП было вынесено определение о возбуждении административного расследования по факту причинения вреда здоровью пострадавшему. Кроме того, на девушку водителя, которая управляла автомашиной Toyota Camry, были составлены административные материалы за то, что она при повороте налево вне перекрестка не пропустила встречное транспортное средство, именно Renault Logan. На водителя автомашины Renault Logan также были составлены несколько административных материалов. Во-первых, за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности при движении и за то, что управлял автомашиной как начинающий водитель без опознавательного знака начинающий водитель. От госпитализации начинающий водитель отказался. Поэтому в составе схему ДТП участники аварии покинули место происшествия. Стоит отметить, девушка, которая сидела за рулем второй машины, только за последний год 11 раз грубо нарушала правила дорожного движения. Из-за этого в каждом случае ее привлекали к административной ответственности. Автоинспекторы разыскивают водителя Renault, который 12 марта спровоцировал аварию с другим автомобилем и скрылся с места ДТП. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения. Инцидент произошел в 6 вечера на перекрестке улиц Димитрово и Гаражное. По предварительным данным, водитель Renault Arkano пытался объехать попутный седан слева и совершил с ним столкновение. В результате у Mitsubishi оказался поврежден задний бампер. Виновник ДТП покинул место происшествия до приезда полицейских. Несколько камер зафиксировали иномарку беглеца, движущегося в направлении улицы Морозова. По данному факту, стражи порядка проводят административное расследование. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии или о местонахождении дорожного хулигана или его автомобиля, силовики просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. В Инте сотрудники отряда Спаскоми спасли 6 человек вблизи села Косьювом. Днем в экстренную службу поступил сигнал. Четверо мужчин и двое детей на двух машинах возвращались с рыбалки по реке Косью. В какой-то момент лед не выдержал нагрузки и оба автомобиля провалились. Благодаря большим колесам низкого давления внедорожники оставались на плаву. Рыбаки понимали, самостоятельно выбраться из ледяного плена у них не получится и вызвали МЧС. После того, как всех рыбаков доставили на берег и их жизни уже ничего не угрожало, спасатели принялись вызволять внедорожники. Обе машины отбуксировали на берег и оставили у места происшествия, а детей и мужчин доставили в Инту. 12-часовая спасательная операция завершилась глубокой ночью. Пострадавших нет, помощь медиков никому не понадобилась. Должен был искоренять коррупцию, а сам в ней погряз. Сыктывкарский суд вынес приговор Кириллу Чеосову, бывшему старшему оперуполномоченному управлению экономической безопасности и противодействия коррупции. По версии следствия, сотрудник регионального МВД предложил двум предпринимателям свои услуги. Одному обещал упечь конкурента за решетку, а второму прекратить в отношении него уголовное преследование. Репортаж Эдуарда Бушуева. Кирилл Чеосов, находясь на территории города Сыктывкара, Кусимована Брачкова и Сыктывкаре его отдали, похитил последний день уже средства. В общем, разнили не менее 2 миллионов 221 тысяча 770 рублей, которые он распорядился в послужении, причинив Брачку ущерб в особо крупном разнире на указанном услуге. Служебное знакомство Кирилла Чеосова с сыктывкарским предпринимателем Брачковым началось с конца 2018 года. Бизнесмен требовал привлечь к уголовной ответственности за мошенничество своего партнера, который купил у него лесоперерабатывающее предприятие и занял 15 миллионов рублей, но не вернул. Поскольку в возбуждении уголовного дела несколько раз отказывали, старший уперуполномоченный сообщил, что изменить ситуацию может только взятка в полтора миллиона рублей. Сообщил его заведомо ложную информацию о том, что для гарантированного решения вопроса возбуждения дела в отношении Кирилла, врачку необходимо передать взятку в размере в полтора миллиона рублей даже своим лицам из числа руководства МВД по республике Сначала предприниматель передал полицейскому 10 тысяч долларов США. Затем занял у родственников и отдал оставшуюся сумму. Коррупционный аппетит у Чиосова только разыгрался. Он выманил у предпринимателя более миллиона рублей якобы для решения вопроса об аресте имущества доложника в Санкт-Петербурге. Для убедительности показал ему подложные документы. Вошел к нему в доверие тем, что он изготавливал документы, свидетельствующие об обеспечительных мерах, направленных на арест имущества председателя коммерческой организации. То есть он изготовил несуществующие документы, свидетельствующие о том, что все-таки он предпринимает меры на арест имущества коммерческой организации. То есть смотрите, я оказываю вам непосредственные услуги по тому, чтобы возбудили уголовное дело. Поскольку дело с мертвой точки в итоге так и не сдвинулось, обманутый предприниматель весной 2020 года обратился в управление ФСБП Коми. По их материалам, республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по факту передачи взятки. Поскольку ее никому и не планировали передавать, статью переквалифицировали на мошенничество. Оказалось, Чиусов еще в 2019 попал в оперативную разработку службы собственной безопасности МВД и даже выслушал приговор. За подкуп в 200 тысяч рублей обещал коллеге, участковому полномоченному получить статус адвоката. Покушение на мошенничество на первый раз обошлось ему годом условного лишения свободы. Примечательно, что уже находясь на испытательном сроке, экс-полицейский проворачивал аналогичную схему по вымышленной взятке с другим столичным бизнесменом Михаилом Токмаковым. Пообещал Токмакову передать взятку сотрудникам органов внутренних дел за решение вопросов и проблем, которые возникли у Токмакова с правоохранительными органами. В отношении Токмакова проводились проверки по фактам возможного хищения средств при исполнении муниципальных контрактов заключенных администрации города Сыктывкара. Денежные средства Токмаков передал Чеусу в размере 200 тысяч рублей, однако Чеусов эти денежные средства похитил. Поскольку Токмаков полностью отрицал факт передачи взятки, в отношении него возбудили уголовное дело в отличие от первого предпринимателя, который проходил лишь свидетелем. Показания Чеусова менялись. В итоге он заявил, что часть средств Братчикову он возвращал еще до возбуждения дела, поэтому сумма ущерба завышена. По второму эпизоду он отрицал мошенничество, поскольку по его словам брал деньги за юридические и конституционные услуги, уже не являясь полицейским. Сыктывкарский суд с такой трактовкой не согласился и признал Кирилла Чеусова виновным по всем эпизодам. С учетом предыдущего приговора ему назначили 4,5 года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Михаилу Токмакову назначили наказание только в виде штрафа и с учетом его пребывания под стражей уменьшили его до 2,5 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Следственный комитет по коме возбудил уголовное дело в отношении начальника госавтоинспекции Печоры. Его подозревают в получении взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий по прежнему месту службы в Сосногорске. По данным следствия, в 2017 году фигурант, будучи инспектором ГИБДД отдела полиции в Сосногорске, получил через посредника в качестве взятки 30 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий, которые выразились в изготовлении документов о сдаче гражданином экзаменов для получения права управления транспортным средством. При этом гражданин фактически экзамены не сдавал. Главному автоинспектору Печоры избрали меру пресечения в виде ареста. Если вина будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Посредник за свои услуги может получить до 10 лет колонии. В отношении него также возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ устанавливают возможные дополнительные эпизоды. В Сыктывкаре на перекрестке улиц Катаева и Дальний сгорел частный дом. По словам очевидцев, возгорание произошло около пяти вечера. Дом был нежилой, пострадавших нет. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Еще одну деревянную постройку огонь уничтожил в Прелузии. Днем 3 мая загорело здание бывшей пекарни по улице Центральной в селе Черныш. Из-за сильного ветра искры попали на крышу соседнего жилого дома. Однако возгорание удалось предотвратить. Первыми на тушение заброшенной постройки кинулись пожарная дружина и местные жители. На момент прибытия огнеборца в здание было полностью охвачено огнем. Членами добровольно-пожарной дружины были развернуты рукавные линии от мотопомп, установленных на естественный водоисточник. В 14-15 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое здание на площади 96 метров квадратных. Распространение огня на соседние здания не допущено. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. А в Ухте на камере телефонов случайных очевидцев попал горящий автомобиль. ЧП случилось на проспекте космонавтов. Несмотря на то, что пожарные приехали быстро, газель уже была полностью охвачена огнем, а клубы черного дыма поднимались выше домов и разносились на сотни метров. Автомобиль восстановлению не подлежит. Специалистам Госпошнадзора предстоит выяснить причины возгорания. Программа «Крик» – криминал-комментарий подошла к концу. С вами был Иван Беречевский. Наша программа теперь не только на страничке ВКонтакте и на сайте юрган.рф. Теперь нас можно найти и в прямом эфире в видеохостинге Рутуб. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин